Самые скучные и некрасивые сады – это те, которые можно охватить буквально одним взглядом. И сразу сделать вывод о том, что выглядит он так себе. Хотя вы там упахиваетесь. Но ваш сад не будет таким после просмотра этого видео. В нем я собрала весь свой опыт работы в питомнике и общения с садоводами, и это будут самые полезные 15 минут вашей жизни. Вы узнаете необычные и простые фишки в саду и мои самые любимые оригинальные идеи по оформлению участка, которые не требуют больших усилий. Время очень ценно, и я хочу вам его сэкономить. В этом видео я расскажу две совершенно новых идеи для участка, а также я поделюсь, как с помощью света можно добиться невероятного эффекта. Смотрите его до конца. Меня зовут Софья Тихомирова, и я рада приветствовать вас на канале Экоплант. Одна из лучших и простых идей для того, чтобы визуально освежить сад, поставить растение в кашпо. Если лицевая сторона дома переходит в террасу или дорожку, она выглядит скучно. Я предлагаю подобрать крупный напольный кашпо с различными растениями, чтобы оживить фасад дома. Например, самые разнообразные колеусы, злаки в сочетании с эхинацией, гортензии, вербейник монетчатый. Это все смотрится очень эффектно. Их можно расставить симметрично по бокам от двери или в шахматном порядке по краям ступенек. Вокруг загородного дома постоянно скапливаются часто используемые предметы, которые создают визуальный шум. Детские игрушки, велосипеды, инструменты. Из-за них участок выглядит перегруженным и неопрятным. Чтобы визуально участок стал чище, спрячьте лишнее в хозпостройку. Если хозпостройки нет, то можно попросить мужа, сына, брата, соседа на крайний случай, чтобы помогли с этой задачей. Больших усилий не нужно, а вот как преобразится участок, сразу заметите. Перенесите инструменты в сарай. Поставьте в нем отдельную коробку для игрушек. Рядом для велосипедов можно установить подставки. Так они не будут валяться на земле. Поговорим об озеленении. Чтобы не тратить больше денег, чем нужно, начинайте с основы. Всегда, при любых обстоятельствах и в любой декоративной композиции, последовательно продумывайте и высаживайте по очереди. Сначала древесные растения, потом высокие кустарники, дальше выбирайте мелкие кустарники, затем травянистые многолетники крупного размера, травянистые многолетники среднего и мелкого размера, потом почвопокровники и дальше сезонные акценты и миниатюрные звездочки. Выбрать и купить растения себе на участок можно по ссылке под этим видео. Наши садовые центры находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, и у нас огромный выбор растений в одном месте. Заходите по ссылке, там вы сможете увидеть все акции на текущий момент и запросить прайс. Если у вас перед домом есть участки, на которых плохо растет трава из-за того, что там тень или неплодородная почва, то закройте их слоем мульчи. Так они будут выглядеть эстетичнее и ухоженнее. Мульча бывает разной, а какая и как ее выбрать, мы снимали отдельное видео. Можете посмотреть после просмотра этого. А те декоративные растения, которые смогли вырасти на этом участке, уже будут защищены от сорняков и красиво будут выделены визуально. Для того, чтобы участок выглядел аккуратно, периодически убирайте опавшие листья с газона. Это можно сделать, собрав их граблями или сдув в одну кучу с помощью специального прибора. Дальше подробнее об этом поговорим. А после этого листья можно использовать для компоста или просто отнести на мусорку. Можно, конечно же, сжечь. Сделайте тайное место в саду. Хотя бы одна тайна должна быть даже в самом простом по структуре и скромном по размерах саду. Уголок для отдыха, утопающая в живой изгороде скамейка, уютная беседка, небольшой шезлонку любимого прудика или красивая садовая скульптура. Любой объект в саду можно использовать в качестве тайного. Они должны представить внезапно, неожиданно, скрываясь за растениями до тех пор, пока не повернет тропинка или вы не окажетесь в другой части участка во время прогулки. Это скрытые сокровища, которые делают ваш сад привлекательным и нескучным. Чтобы скрыть тайный уютный уголок от любопытных глаз, можно сделать живую изгородь или, например, увидеть решетку лианой. Освежить участок и сделать его красивым помогут три простых действия. Помыть забор, окна и плитку. Для мытья можно использовать воду под напором из садового шланга и щетку с жесткой резиной. После этого всегда участок пахнет свежестью, а выглядит гораздо красивее. Безусловно, сократит уход за садом и сделает его более красивым неприхотливые растения. В чем суть? Чем лучше растение подходит для вашего участка, тем меньше усилий нужно, чтобы его сохранить. Например, вместо однолетников выбирайте многолетние растения. С ними меньше забот. Не нужно каждый год выращивать их из семян и заново планировать цветник. Обращайте внимание на растения, которые подходят именно для вашего климата и не требуют выкапывания или укрытия на зиму. При покупке вам в этом могут помочь менеджеры или консультанты по растениям. У нас в Экапланте всегда помогают профессионалы выбрать лучшее. Если нас кто-то смотрит из Приморья, то вам не очень подходят туи, потому что там очень солнечная зима и они просто сгорают в морозные солнечные дни. Чтобы они выглядели опрятно, их нужно притенять. В декабре укрывать сеткой теневкой, а в марте начинать поливать корни теплой водой и только потом осторожно снимать укровной материал. Кстати, более подробно о том, как ухаживать за туями и как сделать их более пышными, есть на нашем канале отдельные видео. Обязательно их смотрите. Тую можно заменить, например, можжевельником китайским Стрикто. Он выглядит практически так же, но не нуждается в особенном уходе, кроме редкой стрижки. В регионе с другим климатом такая замена может оказаться неактуальной, так что обязательно внимательно изучайте потребности растений перед покупкой. Если вы хотите, чтобы ваш участок был всегда красивым, то на нем должны быть самые лучшие растения. А купить их можно по ссылке под этим видео. Отдельно каталоги на Москву, Питер и на Казань. Сейчас хочу поделиться с вами списком растений, которые подойдут для средней полосы и будут идеальными и малоуходными. Из кустарников предлагаю вам спирею, бересклет, барбарис, берючину, пузыреплодник, форзицию, гортензию и сирень. Из цветущих советую шалфей, ирис, пион и хосту. Из лиственных деревьев это, конечно же, клён, рябина, ива и катальпа. Из хвойных выбирайте можжевельники, ели, сосны, ну и, конечно же, туи. Из вьющихся растений обратите внимание на девичий виноград, каприфоль и хмель. Но обязательно знайте, что хмель и девичий виноград имеют свойство разрастаться, это вообще агрессивные растения, за ним нужен обязательный контроль. Ухоженный газон – это плюс 100 к красоте вашего участка. Сейчас расскажу, как правильно за ним ухаживать, чтобы трава всегда оставалась зелёной. Во-первых, стригите газон не реже одного раза в неделю. Оптимальная высота травы должна составлять 5-7 сантиметров. Второй пункт – не забывайте про аэрацию. Вот такое сложное слово, но ничего сложного в этом нет. Это прокалывание почвы специальными вилами, и это улучшает доступ кислорода к корням и способствует росту травы. Есть даже специальные такие ботинки, которые обуваются на ноги, и ходишь по газону, прокалываешь почву, делаешь аэрацию. Но если у вас нет ничего специального, то обычные садовые вилы подойдут для этого. Третий пункт – это полив. Конечно же, поливайте газон рано утром или поздно вечером, чтобы избежать быстрого испарения влаги. И четвертый момент – это регулярно убирайте опавшие листья, чтобы они не создавали плотный слой, который препятствует росту травы. Как я и говорила, поговорим о садовых приборчиках, которые значительно упрощают жизнь. Лучшее приобретение для избавления себя от сбора листьев и цветов вручную – это садовый пылесос. Вечная борьба с опавшими листьями на земле, дорожках, вдоль оград изматывает, я это очень понимаю. Во-первых, неудобное положение тела – на корточках или в наклоне, может заболеть спина. А с пылесосом с функцией обдува, всасывания и измельчения мусора можно тратить в три раза меньше времени в сравнении с той же метлой, граблями или совком. Конечно, здесь могла бы быть реклама пылесоса, но ее не будет. Если вдруг кто-то хочет рекламировать пылесос, напишите нам в комментариях. Ну, шутки в сторону, если кто-то пользуется, обязательно пишите в комментариях, делитесь моделью, делитесь отзывами, нравится ли вам и вообще, как много тратите времени и сил на пользование пылесосом или на пользование садовыми граблями. По рассказам опытных садоводов, главное сделать правильный выбор в пользу правильной модели и советуют делать выбор в пользу ручного пылесоса, который работает на бензине. Электрический не так мобилен и большую площадь без удлинителя не обработаешь. А вот пылесос на бензине имеет большую мощность, но он, конечно, немного тяжелее. Еще один помощник, который сокращает время для ухода за участком, это триммер для подрезки края газона. Устройство легко справляется с травой в труднодоступных участках, срезает засохшую траву, поросль, заросли кустарников, то есть служит дополнением к моторной газонокосилке. И очень аккуратные края травы получаются. На внешний вид участка очень сильно влияет садовая мебель. Пластиковые столы и кресла сильно удешевляют вид даже самоухоженной лужайки или веранды. Я рекомендую обратить внимание на мебель из дерева, которая стоит ненамного дороже. Садовый набор из стола и четырех стульев из акации можно найти всего за 10 тысяч рублей. Особенно красиво смотрятся плетеные столы и стулья из ротанга. Кто-то может вообще это сделать самостоятельно своими руками, бывают и такие умельцы. Этот материал долговечен и не боится влаги, поэтому за ним очень легко ухаживать. Можно также рассмотреть к покупке мебель из искусственного ротанга. Она прослужит тоже долго и ее можно оставлять под открытым небом в любую погоду. Что еще можно сделать? Дайте вторую жизнь старым вещам. Если у вас в сарае залежалась старая тачка, не стоит ее выбрасывать, ведь с помощью нее можно создать необычайно завыраживающие украшения. Можно установить тележку в саду на лужайке, посадить вокруг нее яркие садовые цветы, которые будут еще к тому же пахнуть и разносить аромат по всему участку. Пожалуй, самым незаменимым элементом в саду является зона отдыха. Как говорится, после работы обязательно нужно хорошо отдохнуть. Здесь вы сможете устраивать праздники, семейные обеды, жарить шашлыки с друзьями и просто отлично проводить время. Беседка или навес станут уютным уголком для всей вашей семьи, поэтому нужно тщательно продумать каждую деталь и мелочь. Оформление зоны отдыха можно сделать с помощью декоративной клумбы, цветника. Это добавит вашему дому и саду большей пейзажности. Как я уже говорила, для лучшего эффекта используйте растения разных размеров. Это кустарники, многолетники и почвопокровные растения. Теперь поговорим про освещение садового участка. Ваш сад должен быть привлекательным не только днем, но и вечером. Согласитесь, когда наступают сумерки, вся красота кустарников и деревьев меркнет. Чтобы сделать атмосферу таинственной и гармоничной, вам обязательно следует продумать красивое освещение для сада. Почему это так важно? Во-первых, с его помощью вы можете безопасно передвигаться по своей территории. Во-вторых, ландшафтное освещение может интересно дополнить и подчеркнуть красоту сада в вечернее время. Вы не поверите, но вы сможете увидеть свой сад совершенно с другой стороны. Смотрится это невероятно. Подсветить можно не только дорожки в саду, но и, конечно же, растения. Для освещения дорожек в саду лучше использовать невысокие светильники высотой до 1 метра, которые будут светить исключительно на тропинку. Интересно смотрятся декоративные фонари и дизайнерские светильники. Они могут быть в форме шара, пирамиды и треугольника. Рассветки света могут быть разные, но я рекомендую выбрать нейтральные, желтые или белые. Старайтесь не смешивать оттенки, чтобы не было визуального шума. Компактные светильники на солнечных батареях используют для освещения тропинок, зоны у бассейна или отделяют с их помощью места для отдыха. Обязательно продумайте освещение беседок или крытых террас. Вечером очень приятно собраться с друзьями на свежем воздухе за вкусным ужином. Беседки обычно подсвечивают с помощью ламп ручной работы, которые подвешивают как можно выше над столом. Не обязательно покупать дорогие светильники для своего сада, можно сделать их и самостоятельно. Можно сделать изгородь из прутьев ивы. Ограждение из такого растения легко и красиво впишется в интерьер практически любого сада. Она будет создавать легкую ажурную тень и зонировать участок. Ива растет быстро и любит много воды, поэтому особенно она подойдет для влажных и заболоченных участков. Сделать такое ограждение не составит большого труда. Сейчас в тренде коттедж-кор. Это направление близкое к природному стилю и естественности. Красиво смотрятся в саду натуральные оттенки, дерево и много зелени. Зелень вы знаете где купить. Все растения для вашего участка по ссылке под этим видео. Как и обещала, рассказываю мой любимый и очень необычный прием в саду. Уверена, что он есть мало у кого. Это зеркало. Да-да, зеркало не в доме, а в саду. Я когда увидела впервые, очень удивилась. Это настолько стильно. Прием, который добавляет не только изюминку, но и визуально увеличивает пространство. А еще дополнительное место для того, чтобы сфотографироваться всей семьей или с друзьями. Поставьте лайк, кому тоже нравится эта идея. На самом деле, таких оригинальных идей для сада, которые могут улучшить не только придомовой участок, но и вашу жизнь в целом, есть огромное количество. Для этого посмотрите наше другое видео «Лучшие идеи для сада» и подпишитесь на канал, чтобы знать все о красивом участке. Все зависит, конечно, от вас самих и от вашей креативности. Уделите этому свое внимание, проявите творческий подход и избирательность. Я уверена, что у вас все получится. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. С вами была Софья Тихомирова. Напишите нам в комментариях, какие советы и рекомендации вам понравились, а какие можете дать вы. Поделитесь с нашими подписчиками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok